Доброе утро, мои дорогие! Добро пожаловать в новое мотивационное видео! Наконец-то у меня дошли руки до моих дверей. Нужно их все помыть с двух сторон, полностью рамы все помыть, потому что все равно где-то и мы, где-то и Макс, где-то что-то нарисует, какие-то пятна от рук, все равно жирные пятна остаются какие-то. И когда солнышко светит, так это все и видно, получается. Решила все-таки, надо домыть это все. Так что скоро уже, можно сказать, чистый четверг, чтобы хочется уже вот эти все места не протирать, а уже как бы заняться, чисто пол помыть, пылесосить, пыль повытирать, в шкафах тоже, чтобы везде на чистота и порядок был. Так что помоем двери сегодня и уже чтобы забыть на некоторое время про них и не вспоминать пока, где, конечно, будет какая-то грязь или какие-то пятна, это, конечно, протирается, но уже не так тщательно, как я это протирала сегодня. Все рамы сверху, снизу все равно бывает вроде протираешь, а вот, допустим, у меня как в ванную комнату заходишь, там у меня постоянно окно открытое и получается так, что там частенько я начинаю протирать и остается прямо на тряпке пыль. Вот в остальных комнатах как бы не так почему-то, а именно вот как заходишь в ванную комнату у нас очень грязная получается рама сверху дверная. Вот здесь у дочи тоже обои чуть-чуть замазаны, хорошо обои такие, что их можно вытереть просто влажной тряпочкой и все вытирается, все чистенько становится. Рамки с фотографиями я не протираю, так как это делала вот можно сказать недавно, пыли на них нету, будем тоже протирать, наверное, их в чистый четверг, когда уже не на этой неделе, конечно, а уже, наверное, к следующей неделе сделаю чистый четверг уже к православному Рождеству, уже можно будет сказать так. Вот на этой неделе у нас вербное воскресенье православное, да, на прошлой неделе было в Германии вот как бы вербное воскресенье, а на этой неделе как бы в Германии уже будет Пасха, да, уже у нас четыре дня будет выходных, и пятница, и суббота, воскресенье, и понедельник, тоже нерабочие. Поедем с детьми, наверное, пока куда-нибудь съездим, в какой-нибудь парк, погуляем. Если, конечно, погода позволит, потому что уже в эти выходные тоже хотели поехать. Не получилось, постоянно дожди, у нас даже в окно смотришь, и прям видно, как стоят лужи на всей детской площадке, на поле. Вот у нас, помните, я вам поле тоже снимала, показывала, вот много, столько воды стоит, и вот как два дня у нас вроде бы и есть дождь, но как бы в то же время вчера вообще дождя, по-моему, не было. Вот, чуть-чуть подсыхает солнышко, вроде бы и мороз сейчас, похолодало у нас на этой неделе, очень холодно, можно сказать так, для апреля месяца. Птички все равно поют, солнышко как бы нас посещает иногда, но вот все равно очень холодно, не выйти никуда. Ну вот, надеюсь, к выходным, может, потеплеет, и не будет дождя, то можно будет куда-нибудь выехать и погулять с детками. Здесь мою уже последнюю дверь входную, она у нас частенько грязная, то с города приходишь, то с прогулок с Максом, и у самих руки грязные, и у Макса грязные, и все вот это вот залапывается. Очень холодно, конечно, как я уже сказала, так что вот Макс хотел подойти ко мне, я ему не разрешила, так как дверь открытая, где-то окна в доме открыты, и получается очень сильный сквозняк, так что он сидит в зале, смотрит мультики. Тут, конечно, в туалет ему приспичило в этот момент. Я уже двери все помыла, и раствор у меня для дверей как раз, вот я использовала вот этот вот, видите, уже чуть-чуть осталось, кончается. Он универсальный, и можно и все поверхности протирать, как я это делаю. Допустим, пыль протираю, могу, и вот как я сейчас двери мыла влажной тряпкой, тряпку споласкивала, и плюс вот этим раствором брызгала. Если какие-то где-то пятнышки есть, допустим, все равно, когда дети маленькие ходят, где-то руками все равно это все залапывается, получается жирные пятна, вот им брызгаю, и все быстро оттирается, все проходит. Так как средство у меня кончается, допустим, завтра оно мне понадобится, вот, и в магазин я пока сегодня не пойду, и завтра тоже. Вот сегодня хочу сделать средство домашнее, давненько я его уже не делала. Я подготовила здесь, воду набрала, но нам столько много, конечно, не понадобится. Мы делать будем в стаканах. Допустим, мы возьмем один стакан простой, чтобы я, миллилитр, можно тоже, конечно, высчитать. Стакан 250 миллилитров. И, значит, полстакана мы будем брать с вами уксус полстакана. Здесь у меня чуть-чуть не хватит, я уже новую достала. И водка у меня простая. Можно брать, допустим, спирт, можно брать, вот, водка идет, или спирт, да, специальный для уборки тоже продается, как бы, я взяла просто, мне легче в любом магазине взять бутылку водки, самую дешевую, и она у меня для этого специально всегда стоит дома. И можно добавлять еще масла по вашему вкусу. У меня вот такое вот масло, оранжи и лаванда. Вот, сейчас вам с лавандой, наверное, сделаем, это как бы на зиму, может, больше будет подходить. Ничего страшного, если даже сюда залью, вместе с этим будет, и подготовила еще вот такая у меня пустая есть. Так, что будем с вами сейчас делать? Сейчас возьму чашечку, или можно сделать это все вот здесь. Так, сейчас на один стакан сделаем воды. Вот, и будем соединять все здесь. Стакан воды, значит, полстакана у нас идет уксуса. Уксус можно брать тоже любой, какой у вас есть. У меня 25%, значит, я возьму совсем чуть-чуть, но если 9%, допустим, можете полстаканчика. Если вы сильно, допустим, на запах уксуса, допустим, для вас сильно резко или еще что-то, как бы можно тоже взять чуть меньше уксуса. Тут, можно сказать, как средство можно под себя сделать. Я делаю напополам, потому что, в принципе, мне этот запах никак не мешает. И когда я что-то мою, делаю, он, в принципе, быстро опроветривается и не пахнет, в принципе, уже ничего. Вот, получилось вот столько у нас 400 грамм. 400 миллилитров, можно сказать, не грамм. Так, и возьмем где-то капелек 5, может быть, 6. Вот, в принципе, и хватит. Чуть-чуть можно это все перемешать. Ликор, может, все уже, когда будем заливать, тогда это будет все перемешиваться уже в банке. Я специально дозатор покупала, но сейчас у меня там другое средство я переливала. А у меня вот освободились бутылочки. Вот, в принципе, в одну бутылочку не вмещается всегда, поэтому я всегда беру две бутылки. Конечно, здесь чуть-чуть остается. Но я делаю так, мне удобнее. Можно, конечно, взять чуть поменьше воды, допустим, в стакан чуть меньше, всего остального также поменьше. Но средства очень классные, мне очень нравятся. Я им даже и холодильник мою, и микровомокку внутри мою. Все поверхности можно. Он как-то и дезинфицирует, получается, конечно. Это средство я уже на кухне не буду использовать. А вот это вот средство без всякой химии можно использовать везде, как бы на кухне. И я вот говорю, в холодильниках мою, везде все как бы протираю. В принципе, небольшая такая дезинфекция получается. Я хотела сегодня супчик не делать. Сначала с утра думала суп сделать. Я сделала лагман. Без мяса только, овощной получается. Все, что нужно на лагман, у нас здесь специально продается отдельно. Плюс добавила еще картошку сюда. Вот. Вот такой отползился, не видно. Из-за пара. Еще так кипает, я уже выключила, в принципе. И тут макарошки. Спагетти. Вот такой вот у нас обед сегодня будет. И салатик сейчас овощной нарежу быстренько. Наша закупка сегодняшняя с магазина Экшн. И здесь еще чуть-чуть с турецкого магазина. Ну, с турецкого там совсем чуть-чуть, так как мы в пятницу уже закупались на эту неделю. Ну, вот заехали. То, что по мелочи нам нужно было. Давайте я сначала Экшн покажу, потом уже вернемся к тому магазину. Первое. Вот такие вот салфеточки купила на стол к Пасхе. Такие симпатичные. И не такие яркие. Следующее у нас. Вот такие вот орешки всегда берем. И вот здесь вот и бананы сушеные, и орехи, и изюм. Ну, всякое-всякое. Вот. Снизу буду прописывать цены. Потому что сейчас, после того, как цены все поднялись, я толком не знаю цены. А бывает, идешь, даже цены не смотришь. Если нужен товар этот, то идешь и покупаешь. Так что, как-то так. Следующее у нас. Это вот такие вот сосиски для кошки. Кто меня смотрит давно уже, знает, что я всегда такие покупаю. Наша кошка именно такие любит. Вот. Раньше они были. Одна упаковка, евро-25. Сейчас так. Следующие вот такие вот пакетики. В желтом цвете. Это как новинка, наверное, запах лимона. А была раньше фиолетовые пакетики с запахом лаванды. Вот я их всегда брала. Ну, а здесь сегодня решила попробовать эти. Какой будет вкус. Если, допустим, положить пакет на мусорку, и сразу такой вкусный аромат дома в комнате находится. Вот. Пакеты тоже черные для мусора. У нас это идет как гельбажаки для пластика. Это черные идут как рест. Туда весь мусор слаживается. Какой не попадает, допустим, в пластик. В продукты отдельно. И вот остальное сюда все. Ну, и бумага отдельно тоже у нас идет. Вот. Для дома купила вот такие вот пакетики. Здесь упаковка идет. Вот коробочка вот эта вот. Тут и 3 литра, и на 1 литр пакетики. Обычно я все отдельно брала в коробочке. Ну, а сегодня я увидела такую, что можно просто одну поставить коробочку, да, вот в ящик или еще куда-то, и пользоваться одной. Ну, и а то бывает вот эти, одна коробка такая, одна такая коробка, и постоянно как бы места много, да, можно сказать, занимает. Вот. Две такие взяла. Обычно я беру Ариэль, либо Персил. В магазине в экшене не было, но в другие как бы я тоже, когда мы закупались, я забыла купить. Взяла вот такие, ну, как бы на первое время, да, пока не купим другие порошки. К Пасхе взяла вот такие вот присыпки. У меня как бы есть там присыпки, но я еще взяла. Как бы разные. Тут и с понями, и с звездочки. Вот, чтобы были. Так, следующие у нас вот такие вот свежители воздуха. Один такой взяла. Так, следующая. Взяла вот такой вот, как двухсторонний скотч, можно сказать, да, такой вот, чтобы у нас есть тоже вот такие же штуки где-то менять, где-то вот у нас эти вроде хорошие пока еще. Бывает вот так вот свет включаешь, когда не хочешь большой свет включать. Вот. Ну, как бы и на дверях у нас тоже магниты такие, чтобы дверь держалась. Вот у нас на двери плохо держатся. Магниты под пиццами. И вот хочу поменять. Взяла. Увидела в экшене. Обычно я в интернете тоже покупаю в Амазоне. Но они все равно часто бывают, выходят из строя. Вот, взяла заменить. Так, следующие. Казинаки, как всегда, в экшене везде покупаем. Две такие, две такие и две такие. Они тут такие орешки, тут семочки, тут и семочки, и орешки. Все вместе, как бы, да. Вот, они по 37 евро, по-моему, да. Так, следующие. Вот такие вот пакетики маленькие. Это мы берем такие пакетики специально для, когда у кошки горшок чистим. Чтобы, допустим, пакетик отрываем, туда грязный песок ложим, кладем. И выкидываем сразу пакетик. Закрываем, чтобы он, допустим, в мусорке даже не пах. Вот такие пакетики я беру для компоста, когда на ведерко пакет одеваю. А потом уже, как бы, мы перелаживаем вот в такие вот пакеты. Потому что у нас в большие баки нельзя кидать в таких пластиковых. Там только вот такие бумажные. Так, следующие. Вот такие вот, по-моему, они тапсы называются. Такие пакетики с запахом. Их можно в шифонер вешать. Вот тут тоже на картинке написано. На картинке нарисовано. Вот это два разных взяла. Не знаю, думаю, там, где полотенце у нас. Вот, думаю, туда. И одну там, где у нас куртки висят. Заходишь, как в гардеробную, да, как маленькая у нас там. Вот. Следующая. Следующая взяла. Вот такие вот корзинки. Стояли. Вообще, это пластик, как бы, да. Ну, как бы, взяла. Потому что у нас бывает, у нас большая такая, как-то, бывает, чуть-чуть хлебушка надо взять, и большую тащишь. Ну, а это, вроде бы, две штучки. Сейчас где-то паски тоже можно. Кексики какие-нибудь, допустим, ставить на стол. Ну, как бы, они для булочек идут. Ну, не знаю. Пока другого ничего я не видела, не нашла. Для хлеба что-то. Ну, вот такие маленькие взяла. Так, следующая. Взяла вот такие вот микрофибровые тряпочки. Наконец-то завезли такие неяркие. А то вперед я брала и желтая, и розовая в комплекте, и синяя, и зеленая. А здесь как бы три тряпочки идет. Вот. Взяла такие тоже потихоньку. Какие старые, потихоньку выкидываю. И вот потихоньку закупаю новые. Так, следующее. Вот такие вот трубочки для детей. Молоко, допустим, в стакан наливают. И вот со вкусом клубники и шоколада. Дети такое любят. Прям часто покупаем. Не успеешь вот две штуки взять, они уже до завтра это все выпьют. Так что, как-то так. Вот такой вот двухсторонний скотч. Не знаю, хороший будет или нет. Я всегда в Амазоне покупаю отдельно кусочками такими. Знаете, квадратные есть, есть кругленькие покупаю. Вот. Но сегодня вот увидела такой рулончик. Посмотрим. Можно тут и картины вот показано вешать. И вот выдерживают 10 килограмм. Ну, не знаю, правда это или нет. Так, следующее у нас взяла тоже первый раз вот такие вот в унитаз. Обычно я таблетками пользуюсь. Такими жидкими, знаете, как выдавливаешь в унитаз, как бы. И она держится сама. Вот такие вот. Я вот как-то тоже последний раз взяла, потому что тех я не нашла. Ну, и сегодня в Экшине тоже взяла вот такие, потому что в туалете все кончилось. И пока я до ДМа добегу. Вот не знаю, пока туда. Следующее это для унитаза. Всегда вот такое вот покупаю. Она хвоей пахнет. Это очень вкусно и хорошо помогает, если желтый, допустим, какие-то есть. От воды бывает все равно, вот и желтая стоит. Вот и хорошо, в принципе, зальешь и помогает, убирает все. Вот это что-то новенькое. Лаванда. Посмотрим, хорошее будет, нехорошее. Раньше я в Экшине не видела этого. Так, следующее у меня фэри кончилось. Вообще я фэри пользуюсь. Но сегодня взяла вот такой вот. Потому что, я говорю, что-то не хочу в Кауфланд. А у нас Кауфланд и рядом ДМ. В Кауфланд как-то всегда народу столько много. И не хочется иногда ходить туда. Поэтому и в ДМ никак не могу попасть. Поэтому как бы пока взяла это. Это тоже для паласов чистить, для дивана чистить. Я свой истратила. Купила новый. Так, второй раз уже покупаю. Вперед взяла одну бутылку. Вот такое масло. Оно идет с чесноком. Очень классное, очень вкусное. Мне нравится. И в Экшине оно недорогое. Точно не помню, но напишу вам снизу. Так, следующее. Следующее тоже. Диффузор взяла для зала. У меня в спальне стоит. И вот взяла такая большая баночка. Тоже не помню, сколько называется. Там бывает они вот в разброс стоят. Цены и одни, и вторые. Что-то около 4 евро там стоит рядом. Или 4,95, по-моему. Вот точно в чеке посмотрела. В Экшине еще такие вот коробочки. И вот такую вот бумагу. Не бумагу, а пленку. Взяла. Есть вот такие простые прям. Есть такие прям, ну, дайте, этими полосочками идет. И вот я взяла прям простую такую. Хочу ее застелить в комоде. Там, где стоят у меня дозы пластмассовые. Все равно они по комоду бывают шоркаются. И я думаю, чтобы комод не поцарапать. Чтобы комод был в хорошем состоянии. Я думаю, вот застелить вот такой вот силиконовый коврик. И еще чуть-чуть посмотрим, какая организация будет у нас. Я думаю, это для косметики. Либо, ну, думаю, для косметики. Вообще, я хотела большие контейнера купить для, допустим, для маечек своих. Тоже, чтобы вертикально сложить это все. Вот, чтобы было удобно. Но больших контейнеров не было. Самый, получается, большой контейнер. Это у меня сколько сантиметров? Вот сейчас. Так, самый большой у меня идет 32. Второй идет, получается, 29. И третий 24. Как бы, получается, они, конечно, отдельно все продаются. Я взяла, как бы, всех размеров. Не знаю, как мне пригодится. Либо, может быть, какой-то маленький не пригодится. Либо, наоборот, большой. Хочу посмотреть, чтобы, конечно, все плотно встало. Но, навряд ли там, конечно, встанет все в комоде плотно. Ну, посмотрим, как бы, да. Так что, это уже завтра будем делать. Так как сегодня уже, мы уже после работы вот закупились. Пока я сейчас все это разберу тоже. И уже комодом будем заниматься с вами завтра. И вот это вот у нас получается. А, еще. Прошла мимо. Финиш вот такой большой взяла. Оно около 10 евро стоит. Здесь 85 таблеток. И муж еще взял лобзик. У него, по-моему, был лобзик. Что-то с ним стало. Я не знаю. Я не понимаю в этом. Но он взял уже недорогой. Потому что все равно дорогой тоже берешь. Тоже может испортиться. Взял, по-моему, 20 евро она стоит. Вот. Контейнера тоже не сказала, сколько стоит. Этот маленький контейнер стоит 2 евро. Этот 3 и этот 4 евро. В принципе, они так классно выглядят. Вот, конечно, здесь вот ниточка такая. Но это можно аккуратно зажигалкой убрать. Но они, в принципе, так реально аккуратные. Мне нравятся. Больше ничего не было. Там вроде как на века должна была быть. Знаете, здесь такими деревянными ручками. Плетеные, по-моему. Но у нас почему-то не было в экшине. Может быть, еще не было. Может быть, пока еще не выложили. Либо разобрали. Потому что некоторые полки были пустые. Вот. Взяла такие. В принципе, они симпатичные тоже. Такие мягкие. И снизу они мягкие. Не будут царапать, если что. Вот эти все углы. Все мягенькое. Так что посмотрим. Так. Ну и это с турецкого магазина. Взяли мед. Мы как-то вот на той неделе взяли. Вот в пятницу мед. Но мне он что-то не понравился. Не очень. Мы обычно мед в Кауфланде берем. Ну, в Кауфланд, я как уже сказала, мы не ездим пока. Вот. Взяли тот мы в Нетто покупали, по-моему. Этот с турецкого. Попробуем. Обычно мы в турецком покупаем вот такую вот селедку. Получается, как с Россией, наверное, или откуда. На русском написано. Сейчас у нас турецкий. Раньше был маленький. Сейчас стал большой. Прямо они сделали ремонт и расширили. И очень много ассортимента русского стало. Вот. Обычно у нас такие вот икра и все такое. Вот как раз было это в русский магазин мы ездили. Это в соседнем городе. А сейчас практически все, конечно, кроме мяса и колбас. Вот. Можно взять здесь все. Вот такую вот кабачковую икру. Муж любит покупать. Часто 4 евро стоят. Помидорки 1,5 евро были. Обычно дороже стоят. Сейчас в наше время огурчики стоят килограмм 2 евро. Тоже, можно сказать, недорого. Муж зеленые яблоки любит. Мы купили в прошлый раз красные есть еще дома. Он вот купил зеленые. Заезжали мы вообще, чтобы купить имбирь. Он там чуть-чуть дешевле, чем в других магазинах. Он, по-моему, 7 евро килограмм стоит. Муж часто делает мед, лимон и вот имбирь. Хорошо чистит это все. Вместе смешивает и в банку слаживает как бы. И кушает каждый день. Как можно сказать, по одной ложке в день поднимает иммунитет. Вот. Вот такой вот майонез всегда покупаем. Это листья нори взяла. Дома закончились. Гречка тоже закончилась. Давненько мы не готовили. Сейчас надо будет на днях как-нибудь приготовить. Так, вот такую большую лапшичку взяли. Упаковка. Большая упаковка. Килограмм. И стоит она 1,5 евро. Вот это стоит около 7-8 евро. Здесь 5 килограмм или сколько? А, да. 5 килограмм. Вот. Вот такая вот закупочка. Что у нас? У нас в экшине 100 евро вышло. Вроде бы так смотришь и ничего такого не покупали. 100 евро. И здесь 60 или 65 евро. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.